Привет! Сейчас мы разберем, когда же использовать нужно will, когда же использовать нужно going to. Как will, так и going to используется с планами и намерениями, то есть по сути планы. Prediction, здесь нужно быть внимательным, есть разные prediction, разные прогнозы с обещаниями, promise и refusing, отказом. Отказ это когда вы говорите, я не буду этого делать, или маленький ребенок говорит, да не буду и мам, я есть эту вашу кашу. Вот, мы можем использовать will и going to. Нам предстоит задача разобраться, когда же мы будем использовать will, а когда же мы будем использовать going to. Итак, начнем с will. Мы используем will, когда мы делаем чистый прогноз. Например, I'll probably be late. То есть вы прогнозируете, что вы скорее всего опоздаете. Это не факт, это не 100%, но вы делаете прогноз. Все может быть, но прогноз нужно сделать и вы используете will, когда вы делаете еще раз чистый прогноз. Дальше, promise, обещание. Обещание, когда вы делаете, вы тоже не уверены, что это обещание вы исполните. Например, I'll do this evening. I'll do my homework this evening. Я сделаю мою домашку сегодня вечером. Это не факт, это ваше обещание, но насколько оно реальность, неизвестно. Это только ваше обещание. Refusing. Когда вы отказываетесь что-либо делать. Помой посуду. Нет, не буду. No, I won't. Нет, я не буду мыть посуду. Вот, вы отказываетесь это делать. То есть какой общий посыл этого will? Will – это когда will вилами по воде писано. Это когда не факт, что так оно и произойдет. Вообще не факт. Вообще не факт, понимаете? Вы обещаете, отказываетесь, делаете прогноз, чистый прогноз, несмотря ни на что, без каких-либо улик, без каких-либо зацепок. Вы просто делаете прогноз, например, что Динамо выиграет, но оно может и проиграть. Понимаете? Это все вилами по воде писано. Это will по воде писано. То есть в таких случаях вы используете will. Дальше. Вопрос открыт. Когда же мы будем использовать going to? Давайте разберем. Going to мы используем, когда мы говорим о наших любимых планах или намерениях, когда у нас есть планы. Мы что-то хотим сделать, мы планируем. Мы даже в русском языке говорим, я собираюсь посетить зоопарк. Я собираюсь, это ваши планы, вы это планируете. Это не просто пустые слова, что я пойду в зоопарк. Когда неизвестно. В этом году, в следующем. Я пойду в зоопарк. Это просто ваши слова или какое-то обещание. В таких случаях, если это ваши слова, просто ваши слова обещания, это will. Но когда вы уже планируете, вы говорите о своих планах, то есть вы говорите, например, в этом, сегодня вечером, this evening, или в пятницу вечером, или tonight, сегодня вечером, тогда вы используете going to. Going to. Вот. Все. Это планы. Это ваши планы. Также вы используете going to, когда вы говорите о прогнозах, но не о чистых прогнозах, а о тех прогнозах, которые вы делаете, исходя из каких-то clues. Clues – это улики. То есть clue, само слово clue, означает зацепка, улика. То есть смотрите, какие улики. It's very dark. Очень темно. I think it's going to rain soon. То есть, например, сейчас 3 часа, не ночи, а 3 часа после обеда. 3 o'clock in the afternoon and you make a prediction, judging by the things that are around us. Вы делаете прогноз, исходя из тех вещей, которые вокруг вас. То есть вокруг вас темно, тучи, и вы понимаете, что будет дождь. И здесь не нужно быть какой-то вангой, каким-то нострадамусом, чтобы предсказать дождь. Потому что вы видите, по сути, что это уже начало происходить. Вот-вот пойдет дождь. И вы говорите, о, будет дождь. It's going to rain. Тогда вы используете going to rain. It's going to rain. То есть что такое clue здесь я нашел специально в словаре. Это definition, clues, clue, information that helps you understand the reasons why something happens. То есть информация, которая помогает понять reasons, причины, почему что-то происходит. То есть здесь clues, информация, которая вам позволяет сделать прогноз. То есть суть в чем? Суть в том, что есть два прогноза. С одним прогнозом вы используете will вот с этим прогнозом. Потому что вы просто делаете чистый прогноз, не смотря ни на какие улики. А здесь у вас есть улики, у вас есть зацепки. И зацепки такие, ну, основательные, по которых можно сделать точный прогноз. Используйте going to тогда. Вот все. Спасибо. Пока.